Здравствуй, дорогой зритель. Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра. Актриса Нина Иванова, ставшая символом утепели благодаря роли в фильме «Весна на Заречной улице», умерла в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Она вела закрытый образ жизни и в 90-х пропала из поля внимания коллег и поклонников, устроилась медсестрой в одну из московских больниц и в последние годы жизни работала в онкологическом отделении. Актриса и постановщица Нина Иванова умерла 1 декабря на 87 году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте Союза кинематографистов. Свою первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте 10 лет в фильме Виктора Эс и монтажа «Ла была девочка». Эта работа и определила всю ее жизнь и профессию. Отдельной страницей в творчестве Нины Георгиевны Ивановой навсегда останется роль Татьяны Сергеевны в фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице», говорится в официальном сообщении. В организации также указали, что прощание с актрисой пройдет 4 декабря в прощальном зале морга больницы номер 59. Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния. Светлая память. Выразили соболезнования в Союзе кинематографистов. Нина Иванова родилась в Москве 6 января 1934 года. Дебютировав в кино в 10-летнем возрасте, следующие 11 лет она нигде не снималась и вернулась в кинематограф уже после окончания школы и поступления в медицинский институт. Ее подруга из ВГИКа попросила Иванову сыграть небольшую роль в своем дипломном фильме. Этот видеоролик увидел режиссер Марлен Хуциев, искавший актеров для картины «Весна на Заречной улице». После выхода этого фильма в прокат Иванову ждала всесоюзная популярность. На самих съемках она близко познакомилась с оператором Радомиром Василевским, с которым вступила в брак сразу после завершения работы над фильмом. Последовавшие за весной на Заречной улице картины не имели такого большого успеха, хотя среди них были такие удачные работы, как живет такой парень Василия Шукшина. Профессия актрисы не удовлетворяла Иванову и после съемок в фильме «Серая болезнь» она отказалась от карьеры исполнительницы и развелась с мужем. На киностудии им М. Горького Иванова устроилась работать сначала помощницей режиссера, а уже с 1973 года стала снимать фильмы в качестве второго режиссера. Проработав на студии до конца 1980-х годов, она вышла на пенсию. Однако из-за кризиса 1990-х оказалась вынуждена вновь вернуться в режиссерское кресло. С 1992 года по 1997 год она подготовила и выпустила несколько выпусков юмористических видеороликов «Яролаш». Иванова вела закрытую жизнь, в связи с чем в 2004 году журналисты М.К. предприняли попытку разыскать актрису. Подробности о ней рассказал тележурналист Роман Побединский, работавший над циклом передач о забытых именах. По его словам, актриса отказалась от съемки и какой-либо помощи. Мы поговорили пять минут. Она живет с сестрой. Ее пенсия от актерской гильдии составляет всего рублей шестьсот. Таких, как я, забытых артистов очень много. И поэтому не надо выделять меня одну. Чем я знаменита? Ее взгляд был такой печальный, зимний, январский. В нем ничего не осталось от прежней весенней Татьяны Сергеевны, ничего, понимаете? Это было так больно, что я отвел глаза, вспоминал он. Как выяснилось, после окончательного ухода из кино Иванова устроилась работать медсестрой в онкологическое отделение больницы рядом с ВДНХ. Из кино ушла, потому что кино перестали снимать. Наше поколение никому больше не нужно. Многие мои друзья ушли из жизни, бедствовали, особенно жалко было операторов, они пострадали первыми. А сейчас, что говорить, я уже не в том возрасте, чтобы показывать свои морщины и рассказывать о себе. Не надо мне никаких почестей. Актрису должны запомнить молодой. Актриса должна уйти красиво, сказала она журналистам. По словам ее младшей сестры Ольги, Иванова ни разу не посмотрела фильм, принесшей ей славу и не любила обсуждать свое прошлое при других, но с большой теплотой вспоминала о тех днях и людях в личных разговорах.